Всем привет дорогие друзья и подписчики, а также гости моего кулинарного канала, где я делюсь проверенными рецептами вкусных блюд. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептами блюд для новогоднего меню к приближающемуся 2022 году. Здесь у меня профитроли, теплый салат из гровядины, салат селедка под шубой в виде рулета, запеченный карп по-чешски, шашлычки и свинины маринованные в киви и на гарнир ризотто. Ну и из напитков свежевыжатый апельсиновый сок. Кого заинтересовало такое меню, смотрите видео дальше. Желаю вам приятного просмотра. И начну я пожалуй с торта. Я взял 525 грамм пшеничной муки, заранее я ее просеял, добавляю сюда 300 грамм сахара, у меня коричневый тростниковый, вы добавьте белый, рафинированный. Также добавляю сюда 30 грамм какао-порошка и 3 чайные ложки разрыхлителя. Все перемешиваю. В перемешанную смесь добавляю 450 грамм растительного масла и вбиваю 5 куриных яиц. Перемешиваю смесь миксером до однородности. Получается такая вот рыхлая масса. В эту массу теперь вливаю 225 миллилитров жирных сливок, жирностью 33% и выше. И 200 грамм 20% сметаны. И снова все хорошо вымешиваю. Перемешав добавляю красный краситель. Количество я точно вам не могу сказать, потому что красители бывают разные. Я добавлю 13 грамм своего красителя. Один пузырек получается на один раз. Перемешиваю теперь тесто до однородности. Оно должно получиться насыщенного красного цвета. Далее нужно разделить тесто на три части и разлить по формам. Вы можете выпекать или одновременно, или по очередности. Я надел фольгу на кольцо диаметром 18 сантиметров и сделал такие себе две формы. Разделю тесто на три части. Сначала выпеку два коржа, потом один. Разравниваю поверхность теста. И отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов на 35 минут. Пока запекаются бисквиты, я приготовлю крем. Возьму 250 миллилитров сливок жирностью 33%. Всыпаю сюда 100 грамм сахарной пудры. И взбиваю до плотности. Взбитые сливки я добавляю 500 грамм маскарпоне и вымешиваю до однородной массы. Крем убираю на полтора часа в холодильник, стабилизируется. Коржи запеклись. Я их уже остудил. И теперь буду вырезать из них ровную форму диаметром 18 сантиметров. Для этого я беру свое кондитерское кольцо, отмеряю 18 сантиметров и аккуратно вырезаю. Это подошло под 18 сантиметров. А эти нет. Обрезки я оставляю, они мне еще понадобятся. Каждый корж я оборачиваю в пищевую пленку. И убираю в холодильник, пока не стабилизируется крем. Пока стабилизируется крем для торта, я по-быстрому приготовлю селедку под шумой в виде рулета. Я заранее уже отварил 600 грамм картофеля, 3 куриных яйца, 300 грамм моркови и 500 грамм свеклы. Также распотрошил одну селедку и разделил ее на филе. И приготовил домашний майонез. Если нужен рецепт домашнего майонеза, пишите в комментариях в следующем видео, я вам покажу, как он готовится. Еще я очистил одну головку репчатого лука массой 130 грамм. Чтобы собрать рулет из селедки под шубой, я буду использовать форму стеклянную размером 36 на 24 сантиметра. Застилаю дно формы пищевой пленкой. Застелить нужно так, чтобы пленка плотно прилегала ко дну и к стенкам. Но и при этом же оставалась лишняя часть на бортах формы, чтобы удобнее было ее потом свернуть в теледку под шубой. И приступаю к сборке салата. На дно натираю в первую очередь свеклу. Равномерно распределяю свеклу по дну формы. Плотно ее прижимаю. Добавляю столовую ложку майонеза. Размазываю ее. Следующим слоем натираю картофель. Картофель также распределяю, сплющивая ко дну ему. Смазываю двумя столовыми ложками майонеза. Следующий слой идут у меня яйца. Отварные куриные яйца. Мяйца также равномерно распределяю. Прижимаю. И смазываю майонезом. Следующий слой идет у меня морковь. Морковь равномерно распределяю. Смазываю слегка майонезом. Мелко нарезаю головку репчатого лука. Луком посыпаю слой моркови. Равномерно распределяю. Теперь разрезаю мелко филе сельди мелким кубиком. Сначала нарезаю на длинные полоски, потом поперек нарезаю кубиком. Сельдь я разделывал сам на филе. Если кому интересно, как разделывать, то же пишите в комментариях. Я сниму для вас видео, как разделывать сельдь на филе. Нарезанные кубики филе посыпаю поверх лука. Равномерно распределяю по всей поверхности. Прижимаю. Теперь самый главный процесс это сворачивание. Если вы боитесь, вы можете свернуть его поперек. Я постараюсь свернуть его по длине. Если я правильно выражаюсь, конечно. Беру за края пленки и с помощью нее начинаю сворачивать свой рулет. С помощью кубики. Для пленки я помогаю делать ровные края и сворачивать рулет. Чем больше у вас будет ширина формы, тем вам удобнее будет сворачивать с этого рулет. В таком виде я выбираю его в холодильник до застывания. Ну где-то примерно часа два-три. Селедку приготовил. Теперь продолжаю дальше готовить торт. А точнее собирать его. С коржей снимаю пленку. Крем перекладываю в кондитерский мешок с обычной насадкой. И начинаю сборку. Кладу первый корж. Немного распределяю кремом поверх коржа. И лопаткой распределяю равномерно крем по всей поверхности. И так повторяю со всеми коржами. Верхний тоже буду покрывать кремом. Первый корж смазанный закрываю вторым коржом. И продолжаю также смазывать. При давлении коржей выделялся крем. И получилось не очень красиво. Поэтому я буду теперь крем смазывать по бокам торта. Делаю таким образом. Торт я обмазал. Также я измельчил обрезки от коржа. И теперь буду обсыпать боковые стороны торта. Теперь приступаю к приготовлению профитролей. Ставлю на плиту воду. 200 миллилитров. Добавляю сюда 120 грамм сливочного масла. Пол чайной ложки соли. Треть чайной ложки черного молотого перца. И две чайные ложки сахара. И довожу до кипения. В закипевшую воду добавляю 120 грамм пшеничной муки. И тщательно перемешиваю. Перемешиваю в течение двух минут, пока не скомкуется тесто. Все это делаю на медленном огне. Через 2 минуты тесто убираю с плиты. Перекладываю тесто в миску и даю ему немного остыть. Слегка охлажденное тесто я добавляю 5 грамм измельченного чеснока. И 4 куриных яйца вбиваю. Теперь аккуратно перемешиваю это тесто. Если у вас есть миксер с насадкой в виде крюка, то легче, конечно, им. Готовое перемешанное тесто я перекладываю в кондитерский мешок с насадкой в виде звезды. Беру противень, застеленный силиконовой ковриком. Вы можете использовать пергаментную бумагу. И отсаживаю тесто на него примерно по 3-4 сантиметра. И теперь отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов на полчаса. Как готовится профитруль, я буду подготавливать свинину для маринования, чтобы после приготовить из нее шашлычки в духовке. У меня 2 килограмма свиной шеи. Разрезаю ее на небольшие кусочки. Нарезанное мясо перекладываю в миску. Добавляю сюда 3 столовые ложки приправы для шашлыка. И 1 столовую ложку соли. Перемешиваю все кусочки со специями с солью. Теперь добавляю сюда 3 измельченные в блендере головки репчатого лука. Если у вас нет блендера, то натрите его на мелкой терке. И также добавьте сюда 6 измельченных плодов киви. Чем кислее, тем лучше. Далее добавляю сюда 500 миллилитров кисломолочного газированного напитка Тан. Все это аккуратно и тщательно перемешиваю. И оставляю так мариноваться на 3 часа. Далее буду готовить запеченного карпа по-чешски. Для этого я беру 150 грамм шампиньонов, которых уже заранее вымыл. И головку репчатого лука средней величины. Лук нарезаю мелко, кубиком. На шампиньоны нарезаю пластинками тонкими. На плиту ставлю сковороду. Добавляю в нее 70 грамм сливочного масла. И растапливаю его. Растопленное сливочное масло добавляю нарезанный репчатый лук. И шампиньоны. Слегка присаливаю. Где-то приблизительно пол чайной ложки соли. И обжариваю все до золотистого цвета на среднем огне. У выпотрошенного карпа массой 1,5 килограмма я удалил все плавники. Хвост тоже удаляю. Точнее отрезаю ножницами. Вы можете также сделать это ножом. Теперь делаю на нем небольшие надрезы по бокам. Совсем не глубокие. Где-то примерно 4 надреза. С одной стороны и с другой. Карпа натираю со всех сторон солью и перцем. То есть снаружи и внутри. Беру где-то приблизительно по щепотке соли. И растираю. Также беру по щепотке маленькой перца черного молотого. И также растираю снаружи и внутри. Натертого солью и перцем карпа я перекладываю на противень смазанный растительным маслом. И временем у меня уже готова начинка. Которой я начиняю брюхо карпа. Оставшийся жиром в сковороде я поливаю карпом. И отправляю в духовку разогретую до 180 градусов на 45 минут. Далее приступаю к приготовлению теплого салата из говядины. Мне понадобится 6 огурцов, 1 головка репчатого лука, 100 грамм уже нарезанного болгарского перца цветного и 400 грамм говядины. В первую очередь нужно нарезать говядину соломкой. Ставлю на огонь сковороду, добавляю сюда 30 миллилитров оливкового масла. И разогреваю его на среднем огне. Разогретое масло кидаю в нарезанную полоску говядины. И отжариваю до полной готовности говядины. Пока готовится говядина, нарезаю овощи. Беру головку репчатого лука и нарезаю ее длинной соломкой. Также нарезаю огурцы. Огурцы я буду нарезать длинным брусочком. Беру огурец и наискось вдоль нарезаю толстые части. А их нарезаю уже длинными толстыми брусочками. И так повторяю со всеми огурцами. Огурцы перекладываю в глубокую миску, где будет потом удобно перемешивать салат. Лук пока убираю в сторону. В те времена, пока готовится говядина, готовится надолго, я не буду тратить время и буду подготавливать начинку для профитролей. Для этого я беру 50 грамм очищенного грецкого ореха, 100 грамм сыра сулугуни, 3 зубчика мелких чеснока. И все мне теперь нужно это измельчить и соединить. Соединив все ингредиенты, я также хочу добавить сюда 3 пера лука. Вы можете добавить любую зелень также, если хотите. Ну и чтобы начинка не была сухой, я добавляю сюда 2 столовые ложки, даже не 2, а 3 столовые ложки добавлю сметаны жирностью 20%. И перемешаю все это. Вместо сметаны можно использовать также майонез. И жирной сметаны не имеет значения. Начинку пробуйте по вкусу, если вам недостаточно соли от сыра, то можете подсолить и даже поперчить. Я слегка присолю. Перемешаю. Теперь беру готовые профитроли, которые уже давно остыли. У профитролей я срезаю верхнюю шапочку. И кладу начинки, сколько туда влезет. Сверху закрываю шапочкой. Так повторяю со всеми профитролями. Профитроли готовы, можно перекладывать их на тарелку и украшать, как вам вздумается. Скоро рыба будет готова и освободится место в духовке, поэтому можно уже подготавливать шашлычки, понизывая их на шпажки. Мясо уже хорошо промариновалось. И примерно по 4 кусочка буду теперь нанизывать на одну шпажку кусочки свинины. И укладывать на противень. Вы можете противень смазать маслом или застелить фольгой смазать маслом. Также можете застелить противень фольгой и поверх него установить решетку и выкладывать на решетку кусочки мяса. Мясо все надел на шпажки. Теперь отправляю в духовку на 40 минут. Говядина готовится при 180 градусах. Говядина уже на подходе. Она мягкая. И теперь я сюда добавляю к ней нарезанный репчатый лук и болгарский перец. И все перемешиваем. Обжариваю примерно 5 минут. Прошло 5 минут. Я добавляю сюда нарезанные огурцы. Поливаю их двумя столовыми ложками соевого соуса. Добавляю 8 грамм измельченного чеснока. И все быстро перемешиваю. Салат мой готов. Выключаю огонь. Можно перекладывать в салатную тарелку и подавать. Ну что, все блюдо у меня готовы. Осталось приготовить гарнир. На гарнир я буду готовить ризотто. Ставлю на плиту сковороду. Добавляю в нее 50 грамм сливочного масла. И растапливаю его. В растопленное масло добавляю нарезанную головку репчатого лука. И обжариваю его на среднем огне до прозрачности. Когда лук становится уже прозрачным, я добавляю сюда 200 грамм вымытого риса. У меня круглозерновой. Тем временем у меня сейчас стоит рядом на огне 2 литра куриного бульона. Которые кипят на медленном огне. Потому что мне нужно, чтобы во время приготовления риса у меня был кипящий куриный бульон. Рис теперь обжариваю 3 минуты с луком. Через 3 минуты я вливаю порцию куриного бульона приблизительно 200 мл. Перемешиваю и жду, пока питает рис весь бульон. И продолжаю добавлять по порции бульона, пока не будет готов мой рис. Когда рис почти готов, я добавляю сюда чайную ложку соли без горки. И перемешиваю, чтобы рис впитал в себя вкус соли. Когда вы попробовав одну рисинку, понимаете, что ризотто готово, можно выключать под ним огонь. И добавить сюда 80 грамм сыра твердого. И сразу же перемешать все это. И все. Можно теперь перекладывать в тарелку, в которую вы будете подавать. И сверху выложить еще 20 грамм сливочного масла, чтобы она растаивала и покрывала поверхность рисотто. Субтитры создавал DimaTorzok